как бы ни пытался центробанк остановить инфляцию в двадцать третьем году она росла и продолжит расти в году нынешнем двадцать четвертом что и насколько подорожает есть прогноз от экономистов неутешительный и про это далее считаем бешеный рост цен буквально на все стал реальностью россиян в 2023 году подорожала молочка мясо стало известно про подражание курицы фас подключилась даже уже вчера стало известно что ржаной или черный хлеб как мы его называем в народе либо в станет дефицитом либо ну конечно куда мне денется а в конце года катастрофический дефицит взвинтил в разы цены на яйца за это путину пришлось буквально извиняться сожалею приношу свои извинения на этот счет но сбой в работе правительства я думаю что связано еще хоть и говорят что это не так но мне кажется так во время не открыли не открыли импорт скачок цен до 150 200 рублей за десяток яиц в рф объяснили вспышка птичьего гриппа и предновогодним ажиотажем но если копнуть глубже станет понятно есть более глобальной причиной и это снова последствия войны против украины и антивоенные санкции практически весь перерабатывающий комплекс российской федерации аграрного сектора сидит на импортном орудовании сидит на импортных комплектующих на импортных ингредиентах на импортных смесях кормовых на антибиотиках чего сейчас тоже практически не завозится как следствие мы уже увидели с вами сумасшедший дефицит на яйца который начинает перекрываться тем что роспотребнадзор снимает ограничения на завоз в российскую федерацию яиц из турции и ирана импорт дешевых яиц снимет напряжение в обществе при этом отдельные российские предприятия могут оказаться под угрозой закрытия из этих стран начинает заходить дешевое яйцо который еще больше добивает отечественного российского производителя он не в состоянии конкурировать не по стоимости продукции не по физическим затратам на ее производство рост цен в россии не закончится с окончанием 2023 года этого не скрывают даже кремлевские сми производители и поставщики предупредили супермаркеты что в 2024 году возрастет стоимость молочки кофе сока риса и кондитерских изделий от 5 до 20 процентов у имбельдан управляет молочными активами пепси кобара сообщил о росте цен в среднем на 4 9 десятых процента на молочную продукцию на соки на 16 и один десятых процента производитель йогуртов эрман на 5 процентов мултон партнерс ранее кока-кола увеличивает цены на безалкогольные напитки на 13 процентов на стиле на кофе и напитки из него на 15 процентов на кондитерские изделия на 8 процентов на рис цены возрастут даже на 22 процента что путинская медиа объясняет не урожаем в странах-производителях в росте цен на молоко пеняют на затраты на переработку и подорожание логистики в частности когда мы говорим по йогуртам культуры которые используются про производстве йогуртов завозились по импорту то есть коммерцант отметил именно этот сегмент подорожание в силу усложнения во первых соотношение курса рубля и доллара во вторых как бы уменьшение объема свободно конвертированной валюты которая приходит страну эксперты считают что путинская политика война превыше всего буквально забирает сотрудников у пищевых предприятий агробизнеса рабочие идут делать танки и ракеты на военные заводы происходит объективный перегрев экономики связанный с резким увеличением спроса в отраслях обслуживающих военно-промышленный комплекс на рабочую силу на сырье и материалы что автоматически очень серьезно стимулирует рост цен на эти составляющие любого производственного процесса целом по народному хозяйству что объективно создает условия для роста себестоимости внутри страны первую очередь гражданских отраслях добавляет проблем производителям дефицит иностранных комплектующих кормов лекарств для скота и различной аграрной химии все это будет увеличивать цены на продукты яйца мы уже видели с вами яйца курятина колбасные изделия сыры ну то есть вся та глубокая специальная переработка которая является наиболее затратной с точки зрения производства но в путинской россии рост цен вскоре может смениться совсем другой проблемой тотальным дефицитом ведь цены кремль будет сдерживать прогнозируют экономисты почему например советском союзе имеющим такие огромные площади поселения имеющие такие трудовые ресурсы был такой сумасшедший дефицит на продовольствие оттягивалась рабочая сила и создавались условия при которых себестоимость резко возрастала при этом государство как правило мы уже это увидели вводит государственное регулирование цен на продовольствие в итоге россиян за исключением жителей крупных городов ждет нехватка продуктов питания города-миллионники у них будет все но на всю страну этого всего не хватит поэтому в отдаленных окраинах на полках будет пустота